всем привет был такой вопрос так как сделать анимации наподобие 2 основных материала дерево из вашего ли как шурупчики крутятся попробую там осветить этот вопрос так что нам для этого надо блендер вот так и ну я сделаю какую-нибудь полку как бы примерно вот это сюда и все они должны быть отдельными частями давайте включим greencast видно клавиши а так копируем оси z например чуть смещу эту штуку возьму ее скопирую там р-90 проверну включу привязки к точкам вот зайду в режим редактирования выделю эти вот сделаю привяжу их сюда выделю эти привяжу сюда вот и еще вот эту часть например тоже 6d x перекрутим перенесем сюда да также нам нужны будут болты болты можно достать раздобыть в блендере если вы включите аддон болт факторе да вот у меня включен и вы можете тоже вот после этого 6 3 болт большой болт на появляется уменьшим масштабируем и куда-то наши там настройки можете в общем покрутить посмотреть какие болты существуют и например сделаю 1 и 2 в общем хватит да вот сделаем вот такую вот заготовку так далее эту заготовку беру выделяю так что и нажимаю ай ай это такая операция вставки ключевым к ключевых кадров и в данном случае я буду эти объекты перемещать и в начале я вставляю ключевой кадр для того чтобы запомнить как бы позиции всех этих элементов дальше например ну могу как бы взять нажать control alt 0 создать камеру вот можно перейти в меню view вот тут заблокировать теперь ее и настроить вид как я там буду рендерить например вот так а по камере ее также можно анимировать и привязать к чему-нибудь но сейчас с ключевыми кадрами да дальше я все эти объекты куда-нибудь по перетаску на например этот за пределы камеры надо по уезжают этот примеру вверх это вниз вот это куда-то опять же сюда например переведем и сюда вот кстати для всех этих элементов вот этот вот ключевой кадр его можно хватать вот он сейчас выделен до правой кнопкой мыши и как бы двигать да и вот я их переносил и все сразу у нас сбросилась поэтому я возьму куда-нибудь там от отнесу это все но вот в первом кадре теперь опять разнесу а вот эти вот элементы сбросилась потому что мы запомнили их состояние помощью от этого ключевого кадра на письме его установили и сказали что в позиции но 180 кадра у них позиция вот такая лакейшин мы запомнили вот теперь вот эти вот элементы опять выделяю как бы кроме камеры до камеру мне не нужно вот и опять нажимаю ай лакейшин то есть теперь вот все запомнилась анимация у нас с 1 то есть от этой позиции будут двигаться в нашу начальную да где они должны как бы все собраться вот ну есть тут например всякие там нюансики да мы не хотели к примеру чтоб она все вот так собиралась да все отдельный все вместе а мы хотели к примеру чтобы там одна планка подъехала по 2 еще какой-то элемент и так далее вот например можете опять же да там под разбить окно если вы хотите себе тут смотреть например на вид из камеры до что подъезжает а тут уже что-то делать и примеру а вот я хочу чтобы моя планочка например проделала путь до вот этого на своей начальной позиции например за 30 кадров первое я беру класс выделил видите главное чтоб пропало выделение с этого можно нажимать или кнопку g и переносить до ключевые кадры или правой кнопкой мыши хватать и вот теперь у нас это планка видите по переезжает нашу позицию за 30 кадров да а например вот этот вторую планку я не хочу чтоб она опять же начинала свое движение а пока это не доедет соответственно я вот эту позицию передвинуть 30 а конечную ее позицию передвинуть 60 кадр заметьте что я выделил этот элемент теперь у нас дань переедет одна планка потом подъезжает 2 вот так же для этих элементов не хочу чтоб они вообще начинали свое движение да то есть пусть они до там 30 60 кадра сидят себе смирно никуда не едут вот например хочу чтобы вот эти две планочки перешли в свою позицию уже вместе они до например 90 кадр вот можно перейти ехать 90 вот взять и выделить даже и дверь у нас ключевой кадр у них совпадают выделяем его и передвигаем 90 далее теперь у нас тоже там раз планка 2 планка подъехала и эти две подъехали так также болтиком выделим два штуки сразу скажем чтобы они там не двигались до 90 как заметьте до забыл снять выделение этот убежал куда-то просто правой сначала кликнули выделили или опять же альпа снять выделение по выделили нужный тут также если бы нажмете вы можете выделять несколько кадров вот моему с контролем вот лассо будет работать а и хотим дан до какого они у нас начали движение от 90 до 120 пример вот и тогда я беру выделяете ключевые кадры переношу до 120 тут бы хотелось чтобы они чуть повыше сначала да такие подъехали об он вкрутились вот поэтому я в сто двадцатом кадре доберу изменяю их положение вот а ключевой кадр уже записан соответственно его нужно перезаписать нажимаю 5 on location вот и теперь смотрим да наши болтики подъезжают сюда теперь дальше от этой руки мы будем например за 40 за 20 кадров мы их как бы вкрутим да вот в принципе я могу опять взять нажать а так шить д копировать этот ключевой кадр для двух болтов только изменить позицию по z теперь мог бы вообще сразу скопировать его да и тогда его я бы точно поместил бы в начальное положение поскольку опять переместил объекты опять нажимая on location ну и поскольку мы хотели чтобы они крутились да то есть а крутились не когда начинали подъезжать да то есть до 120 кадра они не должны крутиться нажимая ай и rotation то есть я запомнил их состояние а теперь до 40 кадра я например хочу их покрутить в принципе могу взять выбрать этот индивидуал origin нажать rsd там мышкой что-нибудь накрутить вот и нажать ай и запомнить да в позиции 140 кадром насколько мы их провернули ну и вот они бы поехали да то есть теперь мы можем нашу анимацию как бы запустить это надо 140 кадра а и все это у нас есть точно также можно камеру на камеру я там отвечал на вопросы как ее привязывать ее можно привязать к мишени тоже ее позиции как бы легко элементарно все анимируются также сейчас анимация привязана глобальным координатам но если вы примеру добавите какую-нибудь пустышку вдруг вам все это нужно будет куда-то перетащить добавим пустышку play nexus выделим вот это все да пустышка должна быть выделена последний активный элемент нажмем control п и object а теперь вся анимация у нас давайте оставлю 140 кадров будет проходить относительно этой пустышки то есть если я за пустышку буду хватать видите все теперь едет относительно нее вот то есть эти объекты могли подъезжать и всякое такое также там был такой момент до что болты они ниоткуда как бы не въезжают они просто появляются тоже в принципе легко сделать давайте вот опять выделил болтики едем когда они должны например появиться в сто двадцатом кадре у нас да вот то есть в начале их не должно быть переходим в первый кадр идем в аутлайнер и фильтрах у тут включен то есть показывать на слое и показывать на рендере поскольку наши объекты уже привязанных есть родительский элемент вот они прячутся в него дали вот они наши два болта и мы тоже можем наводить на иконке если я хочу чтобы и на слое они то есть не присутствовали да то есть видеть как он происходит сделаю нажму на виду на значок ай-ай опять ну буковку а и нажимаем на то есть появляются ключевые кадры теперь перейду в сто двадцатый кадры и поснимаете галки не опять запомню состояние опять ай-ай только наоборот сейчас подождите накосячил вот здесь их не должно было быть видно так запомним состояние они нажимаю перехожу в сто двадцатый кадр они появляются да то есть вот я их все включаю и нажимаю пай на то есть он до сто двадцатого их нет а потом они появляются ну и можно все это как бы посмотреть тут вот анимация есть болтов нету потому появились и закрутились и анимация по кругу повторяется думаю да ничего сложного должно получиться будут вопросы пишите всем спасибо пока